Ребята, всем привет! С вами Александр, вы на канале Kinderling Company и сегодня у нас на обзоре будет две модельки вагонного состава. Один у нас будет трамвайчик, а второй, как вы видите, это у нас вагончик метро. Я покажу вам, какие у них есть функции, открываются ли у них дверьки и, в общем-то, умеют ли они ездить и как они будут выполнены. Упаковка от вагончика не сохранилась, но вот трамвайчик она есть. То есть, трамвайчик имеет классический вид, который ездили еще в Советском Союзе. Есть у нас один токосъемник, то есть, производитель, ну, по крайней мере, написано Автопром. Естественно, сделана в Китае дайкаст моделька, то есть, обе модельки являются металлическими с пластиковыми деталями, но более ничего интересного на коробочке нет. Моделька была прикручена сквозь пластиковые проставки и она была зафиксирована неподвижно. И давайте начнем мы с вагончика трамвая. Сделан он хорошо, довольно такой увесистый. Бело-красная раскраска. Детализация очень хорошая, радует. Смотрите, есть номера, есть номер маршрута 27, есть номер состава 0603, он дублируется и на боку. То есть, у нас есть стекла, там за стеклами видно ряды сидений. На стекле водителя есть отпечатки, такие вот дворника в литье, видно даже сидение водителя, есть такие вот зеркала, видно даже приборную панель, если там присмотреться. Как я сказал, есть у нас такой токоприемник. Сами вот эти вот усики у нас пластиковые, а вот это похоже на металл. Ну и корпус тоже у нас металлический. Хорошо очень сделаны детально вот эти вот дверки, они металлические, но к сожалению у этой модельки они не открываются. То есть, с одной стороны у нас естественно их нет, но есть номер, есть вот такие даже жабры, они выплавлены, то есть это не рисунок, не краска, это реально бугры. А также у нас есть фары, тоже это бугры. Есть такая вот сцепка для вагонов, видите, туда влазит ноготь. Ну и две пары колес, то есть две телески по две пары колес. Масштаб 1 к 87, ну и вот такая вот тоже есть небольшая детализация на дне. Из функции у этого вагончика только есть вот функция инерционной модельки. И колесико, которое отвечает у нас за толкание, то есть вот у нас механизм натяжения, и вот у него две пары колес. То есть первая пара колес у нас чисто декоративная, а вот вторая у нас, ребятки, имеет даже покрышки, то есть это резинки. То есть это резинки, что довольно хорошо сделано продуманно и не сильно выделяется из общего фона. То есть эти колеса не сильно между собой отличаются, хотя эти вот имеют резиновые покрышки, что позволяет поезду неплохо так цикляться за скользкие поверхности. Теперь давайте приступим к рассмотру модельки метрополитена, вагона метрополитена. Она немножко поинтереснее, чем трамвайчик. То или не одинаково, примерно там 4-5 долларов. Детализация тоже очень хорошая, он металлический, вот это все рифление, воздухозаборники. Видите, с одной стороны в одну сторону, с другой в другую, то есть все правильно, потому что вагончики у нас могут ехать как вперед, так и назад. И с этой стороны мы видим, что у нас двери как бы бутафорные, как и в трамвайчике, как будто бы они не открываются. Но если мы перевернем, то мы увидим, что у нас здесь есть вот такой вот довольно хорошо сделанный, замаскированный рычажок, который открывает наши двери. И это, в общем-то, довольно хорошо. В этом плане он довольно интересный, поинтереснее, чем наш трамвайчик. Но с другой стороны, где-то находим, где-то теряем. У нас внутри вагона, к сожалению, ничего нет. Нет никакой имитации сидений. У нас есть вот такой ровный пол, который находится на очень большой высоте, почему-то. Вот на такой вот высоте, вот вы видите, в дверях, у нас там находится такой фальшпол. Также у нас есть две тележки. И в отличие от трамвайчика, у нас здесь всего лишь сделано две пары колес. И, кстати, вторая пара колес у нас тоже имеет резиновые покрышки, что позволяет нам неплохо ехать, потому что это пара у нас инерционных колес. Моделька едет довольно уверенно, довольно ощутимо набирает скорость. То есть, запас у нее хода неплохой. Передняя часть у нас довольно детализирована. Видите, у нас есть покраска, есть нарисованные фары, чисто, конечно, красочкой, без каких-либо стекляшек. И имитация зеркал заднего вида. Ну, а задняя часть у нас простая, ну, даже как бы не отпечатана толком дверь. Но моделька довольно интересна, благодаря своим открывающимся дверям. Ну, жалко, что они открываются только одним. Почему бы не было сделать такой механизм на всех дверях? Было бы довольно интересно. Масштаб этой модельки у нас не указан, но предположим, что он точно такой же, потому что вагон метро не сильно отличается от вагона трамвая. Один где-то к 87. И производитель у нас технопарк. Ну, а на днище у нас никакой детализации нет. Если вам понравились данные игрушки, на подобные игрушки я оставлю ссылки в описании, которые я нашел на Алиэкспрессе. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Всем ту-ту! Субтитры сделал DimaTorzok